Дорогие кыргызстанцы, наступает новый 2021 год. Год, который мы все с вами ждем с большой надеждой на позитивные изменения в нашей жизни. Размышляя о прошедшем и будущем, невольно задаешься вопросом, каким стал уходящий 2020 год. Безусловно, он стал непростым периодом и испытанием для всего человечества. Мы стали по-другому смотреть на мир, научились ценить жизнь и близких людей, сопереживать и помогать друг другу. Мы обрели силу и уверенность. Мы сохранили чувство справедливости и веру в свою страну. Пандемия коронавирусной инфекции обнажила весь пласт проблем нашей действительности и указала недостаточную готовность нашей системы противостоять таким вызовам. Повлекла за собой огромные материальные затраты и финансовые трудности, нанесла серьезный урон экономике, а также невосполнимые утраты наших родных и близких. Пользуясь случаем, приношу свои глубокие соболезнования семьям, потерявшим своих близких и родных, которые стали жертвами коварного вируса. В то же время не могу не отметить самоотверженный труд и неоценимый вклад наших врачей и медицинских работников в борьбе за человеческие жизни. Выражаю искреннюю благодарность и признательность всем вам за этот неоценимый подвиг. Вместе с тем, пандемия дала толчок к социальному укреплению и сплоченности народа. Сегодня все мы гордимся, что сумели сплотиться против общего врага – COVID-19. Выражаю отдельную благодарность всем волонтерам, молодежным активистам и всем неравнодушным гражданам. Уходящий год поистине стал годом взаимопомощи и поддержки в общечеловеческом масштабе. Международные партнеры оказывали и продолжают оказывать гуманитарную и финансовую помощь Кыргызстану. И здесь важно отметить, что и Кыргызстан вносит свой посильный вклад в снижение уровня распространения пандемии. Уважаемые сограждане, 2020 год оказался богат на политические события. Последствия пандемии и прошедшие выборы, а также последовавшие за этим октябрьские дни, повлияли на наш привычный ритм жизни. Несмотря на это, за короткое время нам удалось вместе с вами добиться самого главного – обеспечить общественный порядок и спокойствие граждан. Своевременно и в полном объеме выполнить все социальные обязательства правительства перед гражданами. Обеспечить стабилизацию социально-экономической ситуации. Возобновить работу практически всех крупных предприятий по разработке полезных ископаемых и других инвестиционных проектов. Стабилизировать курс национальной валюты и ценовую ситуацию на важные социально значимые товары и продукты. Да, мы понимаем, что цены все еще остаются высокими, но работа в этом направлении нами продолжается. Начали кардинальный пересмотр механизмов и принципов работы налоговых и таможенных органов с упором на автоматизацию и устранение человеческого фактора. Восстановили доверие в отношениях с нашими международными партнерами, в том числе с государствами ЕАЭС. И это только начало работы. Новый 2021 год станет непростым годом с точки зрения восстановления экономики Кыргызстана. Нам необходимо принять ряд важных решений, приложить максимум усилий для претворения в жизнь начатых преобразований. Кроме того, нам нужно уходить от устаревших методов управления экономикой. Дальнейшее развитие страны во многом будет зависеть от ваших решений в предстоящих политических процессах. Дорогие кыргызстанцы, Новый год – семейный, светлый и добрый праздник, который принято встречать в кругу семьи, друзей и, конечно, как же без символического салата оливии. Этот день объединяет близких и родных, укрепляет семейные ценности. Все торопятся первыми позвонить и поздравить друг друга, ходить в гости, отрывая нас от гаджетов и суеты. Мы можем в полной мере насладиться общением друг с другом. Проведенный предновогодний детский конкурс «Новый год – новые надежды» подарил нам большой позитив. Если самые маленькие граждане верят в будущее нашей страны, то мы с вами должны обеспечить воплощение в реальность их мечты и оправдать их ожидания. На этой ноте хочу поздравить вас с наступающим Новым 2021 годом. Пусть исполнятся заветные желания каждого из вас в наступающем году. Я искренне желаю, чтобы в каждой семье царил мир, благополучие и как можно больше жизненного позитива. С наступающим Новым 2021 годом! Субтитры создавал DimaTorzok